Вы знаете, люди по-разному встречают воскресный день. Для меня воскресный день это всегда праздник, потому что, да, у нас есть, конечно, семь дней в неделю, и каждый день мы должны поклоняться Господу, но Писание говорит, хотя бы один день посвятите Господу, посвятите Его всецело Богу, и поэтому мне нравится находиться в Доме Божьем в воскресный день и поклоняться Ему. Сегодня рано утром, я вчера достаточно поздно заснул, рано утром Дух Божий разбудил меня. Знаете, сегодня весь протестантский и католический мир празднует Пятидесятницу, День Сошествия Духа Святого на Церковь. Поэтому я поздравляю всю Церковь с Днем Рождения. Потому что именно в этот день родилась Церковь, Церковь с Днем Рождения. Скажи своему соседу, с Днем Рождения тебя. Знаете, утром проснувшись, у меня были очень странные чувствования какие-то внутри. И Бог дал такие размышления, и я понял, что есть вещи в моей жизни, которые я должен, наверное, разрешить. И я молился, я просил Бога дать мне сердце, сердце поклонников. Я разослал сообщения тем людям, с которыми у меня были припирания. Я разослал сообщения тем людям, с которыми где-то у меня были трения, возможно. Но видит Бог, я действительно не имею никакого зла. То есть имеется в виду не то, чтобы я не имел зла, но я, когда сегодня изучал, исследовал свое сердце, я понял, что зла, наверное, нет, но есть какая-то боль. И я понял, что нужно это отпустить. И знаете, я понимаю очень важную вещь. Дух Святой пришел на эту землю не для того, чтобы мы, наполнившись Духом Святым, набрасывались друг на друга и учили друг друга жизни. А для того, чтобы, наполнившись Духом Святым, мы начали меняться сами. И я верю, что Бог дает нам силу Святого Духа прежде всего именно для того, чтобы мы с вами менялись. Чтобы в нашей жизни, в моей личной жизни происходили перемены. И точно так же Бог дает нам откровение в Святом Писании не для того, чтобы кого-то попрекать этим местом Писания, а для того, чтобы мы, изучая Писание, начали меняться и преображаться в образ Иисуса Христа. Аминь. Это так важно на самом деле. Я искренне желаю, чтобы каждый из нас действительно всем своим сердцем жаждал этих перемен. И чтобы мы искали наполнение Духом Святым не для того, чтобы обрести какую-то неимоверную силу, чтобы потом идти и крушить, а наполниться силой Святого Духа, чтобы эта сила меняла мою жизнь. Аминь. Пусть Бог благословит. Знаете, Иисус пришел на землю, чтобы спасти нас. И Писание называет нас Святым Божьим народом. И мы святы. Писание говорит, что мы святые люди. Мы особенные люди. Давайте скажем, скажите друг другу, ты святой человек. Знаете, я скажу вам одну важную вещь. Сегодня тема называется, вот можно тема показать, почему одним всем все, а другим ничего. Сегодня я хочу, чтобы мы ответили на этот вопрос сами внутри себя. В первом послании Петра, в первой главе, в 15-16 стихе есть такие слова. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Бог сделал нас святыми. Святые мы не потому, что мы не грешим. Святой в данном контексте, святой в Библии не означает тот, кто не грешит. Святой в Библии это означает другой, отделенный, выделенный из всех остальных. Сегодня Бог обращается к нам и говорит, что вы святые люди, вы другие. Бог избрал нас и сделал нас другими. То есть мы святы не потому, что мы не делаем плохого. Мы святы, несмотря на то, что мы делаем плохое, Бог сделал нас особенными. Он выделил нас быть особенными. И Он призывает нас жить соответствующей жизнью, быть другими. И сегодня 15 стих, первое постание Петра, мы читаем, там написано, быть святыми во всех поступках. Быть святыми. И слово будьте святы, слово выражение будьте, это глагол в повелительном наклонении. Это приказ Божий. Божье повеление, Бог повелевает. Он не договаривается с тобой, Он не говорит, выбери, пожалуйста, если тебе угодно будет. У тебя, если будет хорошее настроение, если ты будешь в духе сегодня, тогда нет. Он говорит, будьте святы, это повеление. Во всех, то есть ты должен быть другим во всех делах. Если все такие, это не значит, что мы все должны быть такими. У тебя должно быть твое личное отношение с Богом. Ты должен быть другим. То есть тот закон толпы, который есть в этом мире, он не должен работать в церкви. Потому что в церкви от того, что все поют, это не значит, что я тоже пою. От того, что ты открываешь рот и произносишь эти слова, это не значит, что твое сердце поет. Исследуй себя, поет ли твое сердце в этот момент. Или ты поешь, потому что толпа поет. Бог благословляет тех, кто понимает, что я особенный, я другой. Я не такой, как все. Нет проблем, есть проблемы. Нет трудности, есть трудности. Нет греха, есть грех. Но я другой. И Бог призывает меня быть абсолютно, совершенно другим, святым. И Он говорит, вы будьте святы во всех поступках. Мы должны быть другими. Мы должны быть абсолютно другими. И Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. Я другой. Я не мешаюсь другими. Я другой. К чему я это говорю? Сегодня мы будем говорить с вами о продолжении. Первая книга Царств, 10 глава, 17 стиха мы будем сегодня читать. И сегодня это очень важно. Поэтому сегодня вступление именно о святости. Мы должны быть другими. Смотрите. Давайте мы будем читать. 17 стиха, сегодняшний отрывок. И созвал Самуил народ Господу в Массифу. И сказал сынам Израилям. Так говорит Господь Бог Израилев. Я вывел Израиль из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших. И сказали ему, царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и племенам вашим. Вы знаете, очень интересное местописание. Смотрите. Я хочу, чтобы вы сегодня очень важную вещь услышали. Самуил позвал, пригласил их в Массифу. Массифа находилась в 13 километрах к северу от Иерусалима. Это земля Вениамина, принадлежала колену Вениамина. Массифа находилась там. Эта земля, если мы смотрим на карту Израиля, она примерно по центру находится. И поэтому именно туда было удобно собрать людей. Ну, все колено собрать. Поэтому где-то в центры выбирали. Но Самуил туда призвал народ не просто так. Совсем недавно они собирались, несколькими главами ранее, они уже были в Массифе. Когда они покаялись, когда ковчег приносили, они покаялись. Они там призвали Бога в молитве покаяния и в посте. И помните, тогда, когда они там постились и молились, филистимляне, услышав, что они там к войне не готовы молиться, они напали и хотели их уничтожить. Но Бог сражался за них, и они одержали победу. И Бог защитил свой народ. Самуил призвал их туда. Может быть, вы вспомните, что есть Бог, который вас любит? Однажды Иисус после воскресения, встретившись с женами, Он сказал, с женщинами, которые приходили ко гробу, Он сказал, идите и сообщите ученикам, что Я водворяю их в Галилее. То есть Я жду их в Галилее. Что это такое за Галилее? Почему не в Иерусалиме, не где-то в другом? В Галилее. Почему? Потому что Иисус призвал их в Галилее. Это первая встреча с Богом там произошла. Иисус, призывая их, напоминает им, что теперь будет новое призвание. Призвание к вечной жизни, к служению Богу в Духе, в силе Духа Святого. Поэтому давайте туда придем. Вспомните о том, кто вы, что Я вас призвал. Сегодня Самуил призывает их, массив, для того, чтобы напомнить им, у вас есть Бог. Вспомните, наконец-то, что у вас есть Бог. А вы, Он говорит, Он говорит, я Бог, так говорит, сказал сынам Израилем, 18 стих, так говорит Господь Бог Израилем. Я вывел Израиля из Египта, избавил от руки египтян, от руки всех царств, которые угнетали вас, а вы отвергли Бога. То есть там Самуил сейчас очень важную речь произносит. Самуил, знаете, сегодня, когда он помазал Саула, теперь он слезает, то есть с власти лишается. Это прощальная речь Самуила. То есть он теперь меняется власть в Израиле. Новый человек воцаряется. И вот последние слова, которые он говорит, ну, как бы, когда ты уходишь, последние слова, надо красиво сказать там, спасибо, всем спасибо, всех люблю. А он говорит, вы отвергли Бога. Это тоже не просто так, такие слова говорить, уходя. Тебя могут заплевать. Какая отвага. Сказать то, что хочет, чтобы ты сказал Господь. Смотрите, очень интересно. Самуил знает, что израильский народ неправильный выбор делает. И Господь говорит, что этот выбор неправильный, но Господь, как бы странно это ни звучало, Он все равно позволяет им воцарить Саула. То есть неправильный выбор, но Бог благословляет все равно. Потому что, пройдя через это испытание, ты научишься чему-то другому, и дальше мы будем говорить об этом. Это неправильный выбор. То есть я хочу тебе сказать, что иногда ты получаешь то, чего ты хочешь. Но это не значит, что Бог на твоей стороне. Еще раз. Здесь Бог воцаряя, как бы ставя на царство Саула, Бог говорит, я спасаю, я вас вывел, а вы меня отвергли и вот его выбрали. Ладно, он будет вашим царем. Нет проблем. Но потом это обернется большой трагедией. Друзья, сегодня мы должны с вами осознать, что Господь ставит того, кого хочет. И Господь наш Бог. И мы должны это понимать. Что наш Бог – это Иисус Христос. И мы должны верить в Него. Но Он говорит, вы отвергли того, который спасает вас от всех ваших, и сказали, царя нам поставь. В другом месте написано, как у других народов. Почему у них есть, у нас нет. Мы хотим быть, как все. Почему у всех есть, а у меня нет. Почему я сегодня начал проповедь со святости? Потому что святой – это другой, не такой, как все. Мы часто, поверив в Иисуса, мы хотим остаться прежними, как все. Почему я сегодня начал со святости? Потому что мы говорим, что мы христиане. Мы говорим, что мы святой Божий народ. Мы говорим, что мы святые люди. Люди, взятые в удел. Но мы остаемся прежними. И мы хотим, как все. Всех благооставляю. У всех есть цари. Почему у нас нет? Все преуспевают. Почему я не преуспеваю? Все здоровы. Почему у меня нет? Подумай о твоих отношениях с Богом и спроси у Бога, почему у меня нет. Может быть, ты желаешь так, чтобы я вот так жил. А может быть, ты желаешь чему-то научить меня через это. Но не надо сравнивать себя с другими. С другими. У родителей часто, у меня часто есть такая дурацкая привычка, когда мы детям говорим, да? Вот она, посмотри на нее, какая она нормальная, учится все это, занимается там это, а ты какая? А он, посмотри, а ты какой? И начинаем. Я как-то проповедовал, говорил, да? Однажды папа своему сыну говорит, ты такой бестолковый. Ты знаешь, Авраам Линкольн в твоем возрасте, он сам деньги, они бедно жили, он сам зарабатывал деньги на свое обучение и сам обучался. А ты кого такой бестолковый? Сын, на что сын папе сказал, папа, давай не будем про Авраама Линкольна. Он говорит, почему это? Он говорит, потому что в твоем возрасте Авраам Линкольн президентом был уже. Не надо ни с кем никого сравнивать, мы другие. Скажи, я другой, я особенный. Бог тебя избрал, и Он тебя любит особенно. Он тебя любит. Не надо быть как все. Не надо. Когда ты, знаете, израильский народ говорит, а что у всех цари, а у нас нет царя? Дай нам царя. Это какое оскорбление для Бога. Бог говорит, я твой царь. Я твой царь. Я тебе помогаю. Как часто в нашей жизни Бог помогает нам, а мы идем и ищем разные какие-то другие способы, маневры. Зачем мы это делаете? Зачем мы это делаем? Бог говорит, я тебя спас. Сегодня мы дальше будем говорить. Возьми Слово Божие, поговори со мной, встань на колени, приди ко мне. Нет, нам легче пойти к другим людям. На этой неделе мы общались с одной сестрой по поводу психологии. Против ли я психологии или за? Я и не так, и не так. Я скажу вам одну вещь. Я не против. Я скажу вам еще одну вещь. Я не против врачей. Есть пасторы, которые говорят, что врачи не от Бога. Да простят меня врачи. Я так не говорю. Есть пасторы, которые учат и говорят, что врачи там от сатаны. И там есть пасторы, которые кричат с кафедры, что мы пойдем в больницы, и больницы опустошим, потому что всех исцелим во имя Иисуса. Я прям хочу им медаль повесить. Не будут все исцелены. Не будут все исцелены. Так в Библии написано. Написано, Иисус шел и не всех исцелил. Не все будут исцелены. Но будут и исцеленные тоже. Но давайте будем правильно говорить. То есть, вот вы знаете, вот кто когда-нибудь с банками дело имел, кредит брал, что-то помашите мне рукой. Остальные святые. Или богатые. Окей. Буду знать, у кого занять. Ты когда в банке что-то подписываешь, вы видели там вот такие звездочка? И где-то там таким шрифтом без лупы не разберешь. И вот знаете, есть хорошие менеджеры, сотрудники банка. Ну когда особенно это твой человек, которого ты хорошо знаешь. Из твоей церкви, если это еще лучше. Он тебе говорит, пастор, вот тут, короче, вот это, вот здесь не надо подписывать. Вот это там, короче, вот здесь нет, напишите вот это. А есть же, которые не говорят. Вот здесь подпишите, вот здесь, или ты как робот здесь подписал, здесь подписал, тут подписал, тут подписал. И не знаешь, на что ты подписался вообще в своей жизни. А потом говорят, когда случается что-то, говорят, а вы вот тут подписали же. А я это не видел, а вот там есть, вот маленький шрифт там, видите, у нас вот это, если вы этот, как называется вот это, онлайн-трансляцию смотрите, у нас где-то примерно вот здесь, вот здесь. Маленьким шрифтом написано церковь христианства, потому что по закону это придумали, так написать надо. Но мы же не можем, чтобы на мне вот так написано было. Поэтому там маленький шрифт где-то в уголочке вот здесь. Я хочу сказать, что настоящие божьи люди, они говорят так, как есть. Аминь. То есть мы не говорим, что ты будешь исцелён, ты будешь богатый, ты будешь миллионер. Я слышал проповеди, которые говорят, все должны быть миллионеры, все христиане будут миллиардеры. Я стесняюсь спросить, а двор кто будет подметать? Вот я думаю, что очень сильно сомневаюсь, что миллиардеры выйдут с вениками, двор подметать. Коллапс начнётся здесь в мире. Всё остановится. У каждого сосуда. Представьте себе, вот вы просто, мы не задумываемся же иногда. Представьте себе, что вот вы говорите, вот все будут миллиардеры. Окей, хорошо. Представьте себе, Библия почему говорит, что в Доме Божьем есть сосуды для разного употребления. Представьте себе, ты приходишь домой, а у тебя всё унитаз. Всё. Он очень нужный, конечно, в жизни. Но ты дверь открываешь, унитаз. Там хочешь сеть за стол, а это не стол, а унитаз. Сел на стол, он унитаз. Лёг, это унитаз. Так не бывает. Да или нет? Так не бывает. Надо говорить правду. Надо говорить так, как оно есть на самом деле. Что Бог благоставляет. Аминь. Но иногда Бог не даёт то, чего ты просишь. Потому что это тебе, во-первых, может быть, не надо. Во-вторых, может быть, это не для Его славы, не для твоей пользы. А может быть, просто, в принципе, ты где-то делаешь что-то неверное уже, и поэтому это не приходит в твою жизнь. По-разному бывает. Надо звёздочки тоже рассказывать, что там под звёздочкой написано. Это настоящие люди, настоящие христиане. Мы хотим, как все. Что значит, как все? Что значит, как все? Мне страшно. Знаете, вот, есть такой тип наказаний. Детей наказывают. Родители. Всё. Завершнего дня никуда не ходишь. Никуда. Никуда не пойдёшь. Всё. Ладно. Пусть не ходят. На футбол, на шахматы, на танцы. В кино, в ночной клуб. Но в церковь пойдёшь. Надо быть другими. Я тебя могу как угодно наказывать, всего лишить, но в церковь ты в воскресенье со мной пойдёшь. Вот это правильно, вот это другой. Они как все. Ты чего в церковь не ходишь? Мама наказала. Сказала, в церковь не будешь ходить. Это, мне кажется, самое глупое наказание, которое можно придумать. Самое глупое. Или, знаете, когда я разговаривал с одним братом, он говорит, а мне папа сказал, когда тебе 18, 19, 20 лет, надо уже с девочками переспать. Ну, как мужики, нормально, как все делают. Надо так же. Это бред. Вы в ад человека загоняете. В ад. В гиену. И ваши дети там будут. Не переживайте, точно будут. Не надо, как все. Это неправильно. Мы другие. Мы другие. Я не согласен с этим. И пусть все так живут. Ты не такой. Ты должен своему ребенку говорить, ты другой. Аминь. Ты не такой, как они все. Ты другой. Не надо быть, как все. С квадратной головой. Ты особенный. Ты святой. Бог тебя избрал. Ты другой. И мы должны говорить об этом постоянно. Нельзя человека, своих детей делать подобием других людей, которые живут в этом мире. Мы должны уподобляться в образ Иисуса Христа сами и уподоблять туда же наших детей. Аминь. И поэтому, когда ты видишь, что что-то там ребенок делает не то, обычно как. Кто-то ругает там, обычно мамы ругают. Так нельзя. А папа как говорит? А я оставь, все так делают, ничего будут. Я в его возрасте тоже так делаю. Все так живут, ничего. Да упаси Боже, чтобы мой ребенок делал то, что я делал в его возрасте. Пусть наши дети никогда с этим не столкнутся. Да, Саша? Мы должны быть такими. И вот мы должны понимать, что Бог говорит, ты святой. А они говорят, мы хотим, как все народы. Мы хотим, чтобы как у всех у нас было. И вот Самуил. Я удивляюсь вере Самуила. Он говорит, смотрите, 20-21 стих, давайте почитаем. И велел Самуил подходить всем сынам к коленам Израилевым. И указано колено Вениаминова. И велел подходить к колену Вениаминова по племенам его. И указано племя Матриева. Приводят племя Матриева по мужам. И назван Саул сын Кизов. И искали его и не находили. Мы когда читаем, мы вообще, мы очень, я всегда говорю, надо думать, что мы читаем. Это очень важное место. Это сумасшедшая вера Самуила. Он уже помазал Саула. Мог бы просто прийти и сказать, короче, Бог мне сказал, я его помазал. Все видели, да? Вот он царь. А он говорит, так, давайте, собирайте все колена Израилева. Смотрите, он говорит, все колена Израилева собирайтесь. Будем кидать жребий. И вот кидают жребий. И указано колено Вениаминова. Потом берет колено Вениаминова, собирает и говорит, кидаем жребий еще раз. И выходит, указано племя Матриева. И когда третий раз говорит, кидаем еще раз жребий, и тогда только назван Саул, сын Киса. Трижды он кидает жребий. Трижды. Это какая уверенность должна быть у человека, что я готов вам доказывать. Вот всех соберу, 12 колен, в целую толпу. Вот сейчас кинем жребий. Увидите, как я вам. Вот видите Вениамина колено? Давай сюда. Сейчас еще раз кинем. Видите Матриево колено? Давайте племя. Племя Матриево. Давайте еще. Вот вам. Видели кто это? Это вот я его помазал. Какая вера? Какая уверенность в Боге, в том, что то, что ты делаешь, делает Бог. Это какая уверенность должна быть? Сегодня я искренне желаю, чтобы мы с вами имели такую веру. Аминь. Безусловная вера. Все. Я точно знаю, что вот так сказал Бог. Можете проверять сколько угодно раз. Вы знаете, вообще, вот эта система кидать жребий, это вот в первый раз выходит в Библию здесь. Кинули они жребий, вот так поделили. Трижды получили подтверждение от Бога, да. И в притчах, 16 главе, 33 стихе, есть такое местописание. Написано, что жребий кидается в полу, а решение приходит откуда? От Господа. Или же мы читаем в 9 стихе, смотрите, что написано. Там же притча 16, 9. Написано, сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет. То есть, мы что-то делаем в жизни, но Бог устраивает наш путь. Аминь. Мы в это верить должны. Пусть Бог благословит. И знаете, в следующий раз, когда встречаем мы историю с ожерельем, это Иов. Кинули, и на Иова выпало. Их не упрошу, ты что натворил такое? Что мы тонем? Ой, Иона. Прошу прощения. И вот, когда мы читаем Писание, в следующий раз, в последний раз в Библии, мы видим это в Деянии, в первой главе. В 23 стихе, Деяние 1, 23 написано, поставили двоих Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом и Матфе. Я вообще, когда раньше читал, я думал, здесь 4 человека написаны. Иосиф, Варсава, Иуст и Матфей. А потом, когда внимательно читал себя, я подумал, зачем так сложно Иосиф, которого называли почему-то Варсавой и почему-то, который прозван потом Иустом. Коля, который Вася, который Петя. И вот, Иосиф и Матфей, это выбирается 12-й, на место Иуды, который удавился, на его место выбирается 12-й апостол. И написано, они помолились, сказали, ты, Господи, сердцеведец, всех покажи из всех двоих одного, которого ты избрал. Дальше, принять жребий с его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выбыл жребий Матфею, написано. И он сопричислен был к 11 апостолам. Я хочу очень важную вещь сказать. Во-первых, когда кидаются жребия, он не кидается просто так. До этого написано, они помолились. А? Написано, они помолились. То есть, я хочу сказать, что каждое решение обязательно должно быть промолено. Аминь. Аминь. Оно не должно быть эмоциональным, оно должно быть взвешенным и промоленным. Любое решение. Они помолились. Но еще очень важное место, еще очень важный момент, я хочу сказать, что это последний раз в Библии встречается. Потом во второй главе происходит сошествие Святого Духа. И Библия уже тогда говорит, что сам Дух научит вас и подскажет вам, что делать, кого ставить, кого выбирать. Бог будет показывать. То есть, прошло время жребия. Сейчас до сих пор есть люди, которые сейчас говорят, я тебе наугад Библию открою, пальцем ткну. Это очень похоже на колдовство. Сегодня Бог говорит через Писание. Бог говорит в сердце. Я сейчас жребий кину. Сегодня мы должны читать Слово, изучать Его, и там Бог с нами разговаривает. Мы очень серьезно должны относиться к нашему избранию. Посмотрите, что делает Саул. Саул, он имеет, он имеет помазание. То есть, он уже был помазан Самуилом. Помните, Самуил сказал, ты когда будешь идти, ты встретишь людей, вот этих, там тебе скажут, что отцы нашлись, там еще троих увидишь, которые жертву Богу несут. Он все это, то есть, он не просто его помазали. Если бы просто елей налили, и он шел бы, и ничего не произошло бы, он бы думал, а вдруг это не то, что-то там наговорил он лишнего. Но Самуил сказал, ты свидетельство увидишь, что Бог тебя помазал. И ты будешь пророчествовать даже. И написано, что Саул пророчествовал, то есть, на него дух сошел, он пророчествовал, он видел все подтверждения. То есть, Бог явно пришел в его жизнь, но смотрите, что делает Саул. Саул написано, вопросили, 22 стих сегодняшнего отрывка, вопросили еще Господа, придет ли он сюда, то есть, и сказал Господь, вот он скрывается в обозе. То есть, они потеряли Саул, где он? Он спрятался в обозе. Побежали, взяли его оттуда, он встал посреди народа, и был от плеч своих, вышел с его народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь, подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. Смотрите, Саул, которого помазал Самуил, который видел все Божьи чудеса, он наполнен страхом, прячется. Почему один наполнен верой и трижды даже говорит, давайте будем бросать жребий, не проблема, я не боюсь. Другой же, который видел все Божьи чудеса в его жизни, боится. В чем дело? Почему это на нас не похоже? Как часто Бог творит свое чудо в нашей жизни? Он исцеляет нас, он поднимает нас, он благоставляет нас, он дает что-то нам особенное, какие-то чувства, переживания, откровения. Мы все это переживаем, и мы все равно по-прежнему боимся. Не похожи ли мы на Саула? Не похожи ли мы на Саула? Очень часто Бог являет чудо в нашей жизни, а мы боимся. Мы все равно боимся. Очень часто я слышу такую фразу, как люди говорят, если бы Бог сделал чудо, я бы поверил. Это такой бред. Я все время вспоминаю, я говорю людям часто, представьте себе вот эту картину. Израильский народ идет по пустыне, египтяне гонятся, Бог море разделяет, и вот стоит здесь стена, как аквариумная, здесь рыбки плавают, и здесь стена. Размером, шириной примерно от километра до трех, кто-то говорил, стены вот так, раступились, вода. И вот примерно, и как по суше ты идешь. Представляешь, ты стоял, море вдруг разделилось, и ты идешь. Это какое чудо. Как только на ту сторону вышли, немножко горли пересохло, они говорят, где Бог? Как мы так часто поступаем? Мы столько вещей в своей жизни видим. Поэтому не надо думать, что если я чудо увижу, я поверю. Я верю, что Бог тебе чудо не показывает, потому что нет смысла показывать, потому что ты все равно не веришь. Помните, Лазарю Бог сказал, да? Он сказал, Авраам сказал, даже если кто воскреснет и придет твоим братьям проповедовать, они не поверят этому богачу. Они не примут его. Проблема не в том, что нет чудес. Проблема в том, что в твоем сердце нет веры. Если твой сердце наполнено Богом и наполнено верой, проблем нет в чудесах. Я искренне верю, что наш Господь, Он великий Бог. Он может сделать абсолютно любое чудо. Но есть ли внутри тебя вера? Есть ли внутри тебя вера? И мы на самом деле точно такие же, как Саул. Мы все время живем так. Каждый день наблюдаем Божье благо в своей жизни. И все равно мы сомневаемся в нем. Он все равно что-то там не то. Все равно. Друзья, научитесь уже сказать. Говори так. Господь, я на Тебя полагаюсь. Я знаю, что Ты все устроишь. Все будет хорошо. Аминь. Что делать в таких ситуациях? Посмотрите, что дальше написано. 25 стих. И изложил Самуил народу права царства, и написал книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь народ каждого в дозу. Самуил пишет книгу. Что за книга? Это написано дальше. Мы читаем. Во Второзаконе есть отрывок. Второзаконе 17 глава. С 18 по 20 стих. Смотрите. Там говорится о царях, когда они восседают на престоле. Когда сядет на престоле царство своего, должен списать для себя список закона всего с книги, которая находится у священников и левитов. И пусть он будет у него. Этот список закона будет у него. И пусть он читает его во все дни жизни, дабы научаться, бояться Господа Бога своего. И старался исполнять все слова закона сего и постановлений сии. Чтобы не надмивалось сердце его пред братьями его. И чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево. Дабы долгие дни прибыл в царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Бог дает закон. Бог ставит царя и говорит, ты должен взять этот закон на вооружение. И каждый день читать его. Он написан, читать его должен во все дни жизни. Для чего? Чтобы научиться бояться Господа. Чтобы научиться, то есть бояться Господа. Когда мы читаем выражение научиться бояться Господа, мы говорим, что надо Бога бояться? Нет. Бог не страх учит. Когда ты будешь читать Слово Божье, ты поймешь, насколько он великий. И тогда в твоем жизни появится трепет перед Богом. Когда что-то огромное и великое. Вы знаете, когда вот вы... Я был на Гранд Каньоне. Когда вы вот так к Гранд Каньону подходите вот так, я так не подходил, конечно, я вот где-то примерно вот там стоял. Но ты подходишь, вот это величие, когда видишь, колени трясутся. Я не боюсь. Что я, каньон боюсь, что ли? Я его... Но от этого грандиозного зрелища, величия, колени, не только колени, внутри все сотрясается. Вот что такое страх Господень. Когда ты его познаешь, от его величия дух перевести ты не можешь. От его величия у тебя колени начинают... Как у нас друг был Вилли, он всегда говорит, у меня колени друг с другом сообщаться начинают. То есть каждый день, когда ты пребываешь в Божьем Слове, ты наполняешься его величием, и у тебя появляется страх Господень. То есть вот этот трепет появляется. И дальше нам... И старайся исполнять Слово Божье. То есть старайся исполнять Слово Божье. Не надо ждать, когда... Я жду, когда Дух Святой... Вот сегодня он пел... Измени меня... И это одно из любимых моих пространений, потому что я люблю эти слова. Мне очень нравится. Измени меня, чтобы я смог сделать то, для чего ты меня призвал. Измени меня... И потом спрашивают, а что ты не меняешь? Ну, он меня не меняет же. Я жду, когда он меня поменяет. Чтобы он тебя поменял, ты должен его впустить в свою жизнь. Чтобы он тебя менял, ты должен открыть и начать изучать Писание, находиться в молитве, впускать его максимально в свою жизнь. Тогда Бог будет менять тебя. Аминь. А то, знаешь, я пастору Владимиру... Пастор Владимир, если еще вы воспитаете, там, научите меня, ладно? Пастор такой... Посмотрел, что-то вот это надо исправить. Приходит, слушай, надо вот это... Отойди вот там, стой. Я жду, подожди я сейчас. Пастор Владимир, поменяйте меня. Мы должны понимать, что чтобы Бог нас начал менять, мы должны каждый день, во все дни жизни твоей пребывать в мучении, пребывать в молении. Тогда Бог будет приходить в твою жизнь, и Он будет менять тебя. Аминь. И дальше написано, чтобы не надмевалось сердце твое. Поверь мне, когда ты видишь вот это... вот это величие Гранд Каньона, там никакой гордости перед этим величием нет. Реально нет. Знаете, у нас есть одна сестра, которая с нами в семинаре училась, она всю жизнь жила, как, ну, пацанка. Она такая была, ее ребята боялись, пацаны боялись на районе. Да? Реально пацаны боялись. Она ходила там, все ее шугались. И когда мы говорили, ты что, вообще реально никого не боишься? Никого не боюсь. Ничего не боюсь. Только одно боюсь. Я не помню. По-моему, она говорила, лягушку, что ли, боится. Я не помню. И она говорила себе такую фразу, если мне лягушку покажете, я вам все скажу. Я вам все скажу. Мы должны осознать, что на самом деле, вот что-то должно быть такое, чтобы нас держать в тонусе, чтобы мы не расслаблялись, и чтобы мы не стали гордыми людьми. И когда ты будешь познавать Бога и Его величие, ты, в принципе, не сможешь быть. Мы гордые, потому что мы Бога не знаем. Как только ты перед величием Божьим станешь, никакой гордости не будет. Серьезно. Помните Петра в Луке 5 главы написано? В Луке 5 написано, когда Петр там рыбу всю ночь ловил, Иисус ему говорит, он ничего не поймал, он говорит, давай там пойдем на глубину там закинь. Он говорит, слышь, лотник, я всю ночь закидывал все эти, я же лучше знаю, где закидывать. Я профессионал. Я все могу. Я знаю, где лучше клюет. Я знаю, где косяки ходят рыб. Я знаю. Но он потом говорит дальше, ну, по слову твоему пойду закину. Попробую. А вдруг? Пошел, закину. И когда сечи стали прорываться, они все вытащили, Петр рухнул перед ногами Иисуса и сказал, отойди от меня, Господи, я грешник. Нет никакого больше. Я знаю, где ловить. Я крутой рыбак. Ты когда поймешь, кто пред тобой, у тебя не будет никакого. Я крутой рыбак, я все знаю, все могу. У нас гордость есть, потому что мы его не знаем. Как только ты его узнаешь, я же в прошлый раз говорил, да, иногда, когда Библии что-то не знают, или когда люди приходят ко мне, как к пастору, часто люди приходят, пастор, а это что означает? Я не знаю иногда, что означает это. Люди почему-то думают, что если я пастор, я должен знать все. Я знаю только то, что я сегодня проповедую. Все. Я даже не помню, что я говорил в прошлый раз. Но я к тому, что, вы знаете, как бы, когда люди спрашивают то, чего я не знаю, я часто говорю такую фразу. Я не знаю, но я вот, мне кажется, я приду в Царство Божье, я приду и у Иисуса спрашиваю. Слышишь, а почему вот это вот так? Это я так просто говорю так, чтобы крутым показаться. Но когда ты представляешь, вот читаешь откровение особенно, вот это величие Божье. Кром, херувимый. Мне кажется, когда мы на небо попадем, вот лицо в землю, как страуса засунем, от его величия. И шевелиться, дышать будем через раз. Какое что-то спросить у него. Его величие, оно будет настолько великолепным и грандиозным, что ты просто будешь стоять, у тебя коленки будут трястись. От счастья. Одна сестра мне сказала, я не хочу Царства Божьего. Я говорю, почему? Она услышала проповедь, пастор проповедовал и говорил, Царство Божье, будем все время петь, прославлять Иисуса. Она говорит, не хочу все время петь. Ты понимаешь, там не так, как на земле. Ты на земле, хочешь, пошел в церковь, хочешь, не пошел в церковь. Хочешь, поешь, не хочешь, не поешь. Там ты, когда его увидишь, у тебя рот не будет закрываться, ты все время будешь петь. Тебе будет хотеться петь просто, реально. Вот я, когда влюбился в свою жену, я же рассказывал много раз, я когда, я вообще трус по жизни. Завтра мне предстоит поход к стоматологу. Со вчерашнего дня, как я узнал об этом, второй день уже ноги трясутся. И думаю, Господи, спаси и сохрани. Я трус. Реально. Много чего мы боимся. В нашей жизни много страхов. Мы кажемся такими, что мы ничего не боимся. На самом деле, у всех все есть. Но когда Бог наполняет тебя, когда Его величие приходит, все проходит, все исчезает, все становится другим. Аминь. Все становится другим. И ты перестаешь бояться. Тот Петр, который боялся, что его, узная, что ты был с Иисусом, не, я не был, отказался. Ты был, не, не, ты один из них, не, не. Этот Петр пошел и распят был, как Иисус. Но он сказал, не надо меня, как Иисуса, распинать, я недостоин так. Его кверх ногами распяли. Когда приходит Бог в твою жизнь, твоя жизнь в страх уходит. Аминь. Не надо быть гордыми. Надо наполняться, наполняться Богом. Я еще раз говорю, если мы наполняемся Богом, у нас не будет абсолютно никакого, никакой гордости, ничего не будет. Поэтому, когда человек гордый, это свидетельство тому, что там нет Бога. Или там мало очень Бога. Или там очень мало места Богу уделили. Он где-то там на скамейке запасных сидит. Поэтому выведите Бога в игру. Поставьте Его царем в своей жизни. Не нужен нам другой царь. Нам нужен Бог. Сердце наше. Аминь. И еще раз говорю, не надо говорить, что надо как все. Не надо как все. Не надо как все. Раньше говорили, что все пьют, что ты вообще не пьешь, что ли? Я знаю, знаете, однажды я помню, мы сидели за столом, родственники все сидели, и там один был верующий человек, его спросили, давай, все наливайте, наливают, 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 мне не наливают, знаете, что я пастор. И еще одному, там один был человек, который верующий, он говорит, я не буду пить. Почему? Я не пью. Что не пью? Не пью. Что, болеешь, что ли? Нет. А что не пьешь? Не пью. Что, проблемы со здоровьем, что ли? Все нормальные в твоем возрасте пьют. Надо пить. Все нормальные в твоем возрасте гуляют. Это ненормально. Это неправильно. Я против этого. Надо говорить, Господь, я не буду это делать. Вот я сел, все хотят пить, я не буду. Почему? Я святой. Не святой в смысле святой. Завтра, как лампочка, светиться буду. А святой в смысле другой, не такой, как ты. Аминь. И дальше мы читаем с вами интересное место. Десятая глава, двадцатой, двадцать седьмой стих. И так же Исаул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог, а негодные люди говорили ему, ему ли спасать нас. И презрели его, и не подлезли ему даров. Но он как бы не замечал этого. Две категории людей. В мире всегда есть две категории людей. Есть категория людей, чьи сердце коснулся Бог, а есть категория людей, чьи сердце не коснулся Бог. И одна категория людей пошла за Саулом. Бог поставил Саула. Он был недостоин. Самуил был против Саула. Самуил не хотел, чтобы Саул воцарялся. Поэтому он собрал их в массиву и обличал народ. Но из-за того, что Бог поставил его, Самуил его помазал в царе. И он стал... Бог тоже не хотел, потому что в сегодняшнем отрывке Бог говорит, я вас спас, а вы меня отвергли. Бог тоже... Но израильский народ так захотел. И Бог поставил Саула. Окей, нет проблем. Ты так хочешь, будет тебе царь. И написано, те, кто пошли за Саулом, Бог их благословил. Даже несмотря на то, что он был тот, кого Бог не хотел ставить. Даже несмотря на то, что он казался бы не тем ненадежным человеком. И Самуил наверняка думал, что это ненадежно, не пойдет. Он прятался. Но Бог благословил тех, кто пошел за Саулом. А тех, кого он не коснулся, написано, негодные люди. Посмотрите еще раз, 27 стих. Негодные люди говорили, ему ли спасают. То есть, есть люди всегда, которые говорят, это что, пастор, что ли? Он может разве? Ты что, такой христианин, что ли? Как ты такой, как ты можешь быть христианином? Мы христиане не потому, что мы святые, такие прям, сияем славой Божией, а потому, что Бог нас делал святыми, отделил нас от всех, выделил, избрал, отдельно поставил. И, несмотря на все мои немощи, на все мои проблемы, Бог меня благословляет. Если я каждый день буду наполняться Божьим присутствием, то Бог избавит меня от моих пороков и грехов. Бог даст мне свободу, потому что все это грех, все остальное, вот все, что не радует Бога. Это грех. Грех, если мы заигрываемся, написано, грех, Смотрите, похоть, очень важно, как человек падает. Очень важно, как человек падает. Похоть, зачавши, рождает грех. То есть, я хочу сегодня что-то сделать, выпить, курить, материться. Я делаю это. То есть, когда я хочу, это похоть. Когда я делаю это, это грех. А дальше написано, а грех, возмездие за грех, смерть. Поэтому я хочу, чтобы мы вас призвали к тому, чтобы мы с вами наполнялись Богом каждый день, и тогда Он будет нас освобождать, очищать и делать другими. Аминь. И смотрите, всегда есть две категории людей. Есть одни, которые говорят, аминь. А есть другие, которые говорят, да ладно тебе, короче. И вот этих людей, которые да ладно, они говорят, о них Бог говорит здесь сегодня, негодные люди. И это слово негодные, вы услышали однажды, уже, в этой серии проповедей. Когда мы говорили о детях Илья, Офни и Финеес, мы говорили о них. Они были негодные. Что это за слово? Слово велиар. В послании к Коринфянам говорится, что общего между Христом и велиаром. Велиар в данном случае это прозвище сатаны. То есть, есть люди, которые за Бога в этом мире, а есть люди, которые за сатану. Есть люди, то есть, мы одной из двух, не бывает серединки. Не бывает серединки. Или сегодня ты стоишь, Иисус сказал, кто не со мной, нет серединки, я на пути думаю. Ты или там, или тут. Кто не собирает, тот расточает. То есть, если ты сегодня с Богом, то ты должен сказать, я святой, я другой. Я теперь буду жить по-другому. Я не буду идти туда, куда все идут. Я не буду делать то, что делают все остальные. Я буду жить по-другому. Детей воспитывать по-другому. Жену любить по-другому. Мужу служить по-другому. Я не буду, как все. Я не буду жить для себя. Я буду жить так, как говорит мой Бог. Или же, я говорю, я хочу, как все. Это люди негодные. Потомки Велиара. Дети сатаны, другими словами. Вы знаете, вот интересно, я сейчас говорю одну и ту же проповедь. Часто люди, вот я проповедую, от них люди подходят и получают благодать. Мне приходят, пастор, такой ступ, благодать получил это. А кто-то говорит, ничего не получил. А кто-то пришел и говорит, а что это вы сегодня говорили так плохо про нас, что мы дети сатаны? Я про тебя не говорю, что ты дети сатаны. Ты самоидентифицировался. Ты сам себя спалил. Почему? Если бы я разные проповеди проповедовал за одно воскресенье, и каждый по-разному понял, ну, как бы, ладно. Я же одну проповедь проповедую. Почему одни получают нормально, а другие ненормально? Задайте себе вопрос. Почему, когда я слушаю, кто-то слушает воскресенье, говорит, аминь, аминь, Господь, я буду так жить. Да, Господь, аминь. А другие говорят, да, опять начинается, читай это там, это, 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 разве там это. Да как так это возможно? Это вообще не то. Вильяровцы. Сегодня Писание говорит, есть две категории. Есть категория, которая пошла за Саулом, несмотря на все его слабости, на все его немощи, на все его проблемы, эти люди пошли за Саулом, и Бог их благословил. А есть люди, которые не пошли и говорили, а, уже не может. Да он слабак, он, сил там нету, да что там это. Это вильяровцы, дети сатаны. Мы сами решаем, кем мы будем. То есть, я стою на стороне Бога, я другой. И тогда Бог приходит в мою жизнь, меняет мою жизнь. Или же я говорю, как все, я иду за толпой. И тогда твоей жизни не будет перемен. Сегодня моя тема называется, почему одним все, а другим ничего. Потому что есть две категории людей. Есть люди, которые говорят, да, Господь. Несмотря на все немощи, на все неудобства, я говорю, да, Господь. И Писание говорит, что пусть во всем твои слова будут, на Слово Божие будет ответ, да и аминь. Да, Господь и аминь. Я принимаю твои откровения. А есть такие, которые все время сомневаются. Да не может быть. Он, да, что там такого? Нет, да никак, там это. Есть люди, которые доверяют Богу, им достается все. А есть люди, которые без конца сомневаются, им, они не получают ничего. Давид был, мы дальше будем говорить, Давид был в числе тех, кто признавал царство Саула. Давид был в числе тех, кто, знавя все проблемы Саула, знавя всю его наготу, он признавал его царство. Именно поэтому Давид стал Давидом. Он знал все проблемы Саула. Но при всем при этом, он говорил, это Божий помазанник. Поэтому сегодня очень важно, где вы, в какой стороне стоите. Вы хотите иметь все в этой жизни? Тогда смиритесь под Божью руку. Осознайте, что мы с вами другие. Мы не такие, как все. Мы должны по-другому поступать. Все, все сегодня нацелены заработать. Все сегодня нацелены на успех, на это и так далее. Я не против этого. Это все нужно. Но я знаю, что если мы с вами будем стремиться идти за Господом, Господь даст нам ровно столько, сколько нам необходимо, чтобы жить в этой жизни. Аминь. Аминь. Я искренне хочу, чтобы мы научились доверять Богу и искать Его всем сердцем, чтобы мы жаждали их. Когда Бог говорит, давай вот так сделаем, надо говорить, аминь, Господь. Чтобы мы каждый день изучали Писание, каждый день молились Богу. Чтобы мы говорили на Его откровение, да, Господь, мне очень неудобно так, но я сделаю по слову Твоему. Иисус не хотел умирать, но Он сказал, но по слову Твоему я сделаю, Отец, по Твоей воле. Петр устал, всю ночь ловил рыбу. Устал, ничего не поймал. Но по слову Твоему я закину сети. Мы хотим иметь благословение? Петр поймал столько рыбы, что лодка тонула. То есть столько благословения, материального благословения пришло в жизнь Петра, что лодка тонула. Вы хотите иметь такое благословение? Тогда нужно так же безумно, даже в тот самый неудобный момент сказать Богу, да, Господь, я все равно продолжу жить со своим мужем, со своей женой, со своими детьми. Я буду стоять в этом месте. Я буду двигаться, я буду пробиваться через тернии. Ты сказал так быть, я буду так жить. И тогда ты увидишь, как Бог тебя благословит. А если ты будешь их бросать? Это безнадежный человек. Посмотрите, он бестолковый. Его помазали в царе, он в обозе спрятался, ныкается там. Этот муразий может быть царем? Их называет он, Писание называется, негодные люди, дети Вильяра. Вау! Страх. В моем сердце страх. Надо смирять себя. Аминь. Вы хотите иметь все, значит, нужно доверять Богу. Идти за тем, что говорит Господь. Делать то, что говорит Господь. Иначе не будет ничего. Поэтому я искренне желаю, что нужно делать, спросите вы. Сегодня написано было, когда ты воцаришься и сядешь на престол, возьми книгу закона и научайся в ней день и ночь во всей жизни твоей. Помните? Иисусу Навину были сказаны те же самые слова. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить то, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен во всех. Вот здесь слово успех, которое так любят современные христиане. И тогда ты будешь успешен. И здесь очень дальше важно, еще интереснее. Во всех путях. Скажи, во всех путях. Я буду успешен, если я буду пребывать в Слове каждый день. Вот секрет. И все. Другого нет. И тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Посмотрите внимательно. Поступать благоразумно. Вот есть люди буйные, есть люди какие-то еще особенные. Чтобы их обуздать, нужна сила. Нужна сила. И мы читаем, если мы читаем 118-й Псалом, то мы увидим слово, как лассо, как повязка на шею. Обвяжи. Для чего это нужно? Дикую лошадь, когда нужно усмирить, нужно накинуть ей лассо. Вот оно удерживает эту лошадь. Буйный характер или что-то еще. Вот это жажда грешить. Есть такие люди? Вот это все можно победить, когда у тебя есть этот инструмент. А Божье Слово говорит, что вот это лассо, это и есть Слово Божье. То есть чем больше ты будешь, вот сегодня Писание говорит, если ты будешь пребывать в Слове Божьем каждый день, ты начнешь поступать благоразумно. Вот и все. Ничего сложного. Сложно, когда у тебя нет этой веревки. А когда есть, не сложно. Сложно, когда у тебя нет оружия. А когда есть, не сложно. И мы говорим сложно, это потому что нет чем у тебя успокоить. А когда у тебя есть Божье Откровение, когда у тебя есть Божье Слово, вообще не сложно. Поэтому нам нужно брать Божье Слово Откровение в свою жизнь. Каждый день смиряться. Еще раз говорю, друзья, одним все, другим ничего. Только два. Те, которые за Бога, они будут иметь все. Те, которые стоят на стороне Виляра, им ничего. Им ничего. А кто такие, те, кто стоит на стороне Виляра? Да разве он сможет? Разве он сможет нас вести? Разве он сможет вот это делать? Разве это достоинно? Да это что? Да это безнадежно. Это вот эти сомневающиеся люди. И написано, что сомневающиеся не получат Божьего благословения. Будет вержен в море. В гиен. Пусть Бог благословит каждого из вас. Я искренне желаю, чтобы вы были теми, кому все. Аминь. Обязательно. И когда вы получаете, вы читаете слово, вы видите Писание, вы говорите, да, Господь, аминь. Я принимаю, и я так буду делать. Мне будет очень неудобно. Очень трудно. Ну вот, так ты сказал. Я когда, я сегодня упустил одну вещь. Время, я заканчиваю, выходите. Я сегодня опустил одну вещь, но я думаю, надо сказать. Вы когда Сауил, его, Саула привели, можно это место Писания открыть? 24 стих. Откройте сегодняшний. Я так смеялся. Я подумал, вот Сауил все-таки, вот это человек, вот это, есть человеческая натура Сауила, вот он не хотел, чтобы Саул стал царем. Ну, я не знаю, почему, может быть, потому, что царство в то время был, судьей был Самуил сам. То есть, как бы, ты и так на престоле сидишь, короче, а сейчас тебе надо слезть, другого воцарить, короче, это. Может быть, поэтому, ну, не знаю. Но будем надеяться, что Самуил был хорошим пророком. Но я к чему говорю, что я когда читал это место Писания, я смеялся. Здесь его человеческая сущность выходит. Смотрите, как он говорит. Вы интонацию посмотрите. Сказал Самуил всему народу. Вот его привели сейчас. Видите ли, вот такого бестолочьа избрал бы. Примерно так это звучит в оригинале. Посмотрите на него. Вот это чудо, короче, вашим царем будет. Но все равно люди пошли за ним. Потому что Бог помазал Саула. И Саул был помазанником до скончания своей жизни. Да, Дух Божий его покинул, но он был помазан. Он был Божьим помазанником. И Давид был в числе тех, кто поддерживал Саула. Даже когда Саул был непростой. Саул его дважды хотел убить. Но не то, что дважды. Дважды прямо же реально чуть ли убил, а потом еще полжизни бегал за ним, чтобы убить. Но Давид все равно в Сауле видел Божьего помазанника. И поэтому Бог благоставляет Давида. Я искренне желаю, чтобы мы были в числе тех, кто говорит «Да» и «Аминь». Аминь! Вы хотите иметь Божье благословение? Хотите быть те, кому все? Тогда на все Божьи откровения и слова говорите «Да» и «Аминь, Господь». И вы должны прям двигаться, знаете, от нас зависит. Бог меняет, но впустим ли мы Бога? Слово Божье меняет, но впускаем ли мы Слово Божье в свою жизнь или нет? От этого зависит все. Поэтому от нас много зависит, чем ты наполняешься, что ты читаешь, что ты смотришь, да и так далее, и так далее. Если ты целыми днями смотришь ММА, как там бьют друг друга люди, или там что-то, М1, люди бьют, в тебе только гнев, жажда вот этой крови будет, вот это всего постоянно будет. А если ты будешь все время читать Писание, все время изучать Слово, все время молиться, иметь общение с Богом, ты сам однажды посмотришь и подумаешь, почему я перестал пить, почему я перестал курить, почему я перестал гневаться, злиться и так далее. Потому что Бог меняет. Аминь. Я искренне желаю, чтобы в ваших жизнях было все. Аминь. И когда вы впускаете Бога в вашу жизнь, то чувствуете ли вы или не чувствуете, вообще не важно, оно действует внутри вас. Когда вы впускаете Божье Слово в вашу жизнь, оно работает внутри вас. Поэтому мы поем, и когда я не вижу, ты действуешь. И когда я не знаю и не слышу, ты действуешь, всегда действуешь. Если Он есть внутри, а если Его нет, кому действовать? И поэтому многие задают вопрос, почему, пастор, мы 20 лет ходим в одну и ту же церковь, он поменялся, а я нет. Ответ прост. Он говорит Аминь, а ты все время думаешь, да ладно там, короче. Вот и вся разница. Пусть Бог благословит вас. Аминь.